Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами очень внимательно и подробно рассмотрим курточку, которая на манекене. Подобная куртка, ну не подобная, можно сказать практически близнец куртка, вы видите на другом манекене. Мы ее ранее шили, моделировали, краили. В этом видео я показывала и как я выполняла открытые срезы. И у нас такую же куртку попросили повторить. Мы думали, и я, честно говоря, повтор куртки даже в какой-то степени немножечко откладывала, ну, наверное, из-за своей лени. Потому что в этой куртке все-таки очень много работы. Также для такой куртки нужно подобрать правильно ткань. Мы подобрали джинс, потому что именно джинс, он прекрасно вот так вот распускается. Мы делали махру, но по разным срезам, естественно, махра получается по-разному. Это из-за плетения нити, поэтому каждый должен это понимать. Джинс мы взяли из интернет-магазина Атлас. Ссылочку на него обязательно оставим в описании. Бусинки приобрели просто в магазине и получили вот такую вот авторскую работу, я бы сказала. Потому что таких курток на данный момент сейчас две. Если кто-то по нашему мастер-классу шил такую куртку, пожалуйста, напишите, мне интересно, шили вы или нет. Кстати, по цвету. Как вы видите, белый цвет, да, я сказала. Но в интернет-магазине Атлас вы можете подобрать и совершенно другой оттенок, и он тоже будет смотреться прекрасно. Там есть и бежевые, там есть и цветы хаки, и разные синие, и черные, и так далее. Поэтому вы выполняйте в своем образе, в своем стиле, в своем цвете, который вам нравится. И помните, что при заказе от 500 гривен будет бесплатная доставка по Украине. Это всегда очень приятно. Давайте дальше я проговорю про куртку. Если вы собираетесь ее шить, настраивайтесь на то, что это не будет, как, знаете, мы иногда видео называем, платье за один вечер или там платье за час. Нет, вот куртка к разряду таких не относится, потому что на нее полноценно у вас может уйти около трех дней работы. Почему так долго, да, вроде бы, казалось бы. Потому что сам момент распушивания, припуски на швы, отстрочка, все это нужно выдерживать. И пришивать бусинки, даже на это у вас уйдет не один час, потому что они у нас пришиты, смотрите. И вот имитация кармана, клапан, да. Потом мы пришили вот сбоку, есть разноплановые. Я пришивала бусинки на рукавах, внутри, вот смотрите, вот здесь, если мы с вами, тут надо вот эти ниточку какую-то убрать, просто пришилась ту, которую мы распушивали, все убрала. Смотрите, я старалась пришивать таким образом, чтобы ниток все-таки не было видно. Но, тем не менее, каждую бусинку я захватывала и с внутренней частью тоже. Пуговицы, кстати, тоже очень красивые в пуговицах камушки, поэтому работа, ну, большая. Сейчас давайте рассмотрим эту еще куртку с вами, с изнаночной стороны. Итак, вот изнанка. Кстати, смотрите, вот у нас лицевая и изнаночная стороны. Ну, я думаю, что вам тоже, наверное, видно, что разные оттенки. Поэтому, когда я шила, тоже внимательно надо следить, чтобы был один оттенок. И, как вы видите, все швы мы спрятали. То есть, все они спрятаны, все отстрочено. Еще раз повторюсь, что работы в этой куртке, конечно, много. Поэтому, если вы настроитесь, то, естественно, вы получите и очень интересный результат. Если у кого-то нет оверлака, нет возможности шить и обработать срезы, вот, пожалуйста, это тот вариант, который все-таки вам позволит шить себе изделие без обработки срезов. К примеру, сейчас курточку на себя. Кстати, спрашивают за распродажу. Когда будет распродажа, мы не выставляли. Я приболела немножко, не хватало времени. И сейчас вот два платья, которые на манекене. Оно у нас из трикотажа и платье, которое на мне. Также можно приобрести. И у нас сейчас есть телеграм-канал. Ссылочку на него вам оставим в описании. Там, где мы выставляем также наши планы, да, что мы планируем шить. И на этапе пошива, моделирования у нас уже как бы два изделия купили. Мы их только раскроили. Вот, смотрите, я сейчас убираю вот одну ниточку. Пока курточка вот такая новенькая, свеженькая, да, то еще, естественно, где-то будут какие-то моменты, я имею в виду распушивание. Это нормально, это естественный процесс. От этого мы никуда не уйдем. Ну, ее можно, еще я чуть-чуть ее вот так вот стряхну. Ну, смотрите, какой получается стиль. Молодежно, свежо и прекрасно. Белый цвет подходит буквально под все оттенки. Вот, допустим, надеваем с черным, хорошо. Надеваем с белым, так же хорошо. С серым, да, будет хорошо. С цветным тоже подойдет. С джинсами прекрасно. С брюками, с лосинами, с кедами. Ну, конечно, в плане обуви я не могу сказать, что здесь можно одеть на шпильке. Ну, наверное, тоже можно какой-то каблучок и тоже будет смотреться хорошо. Вот такая вот классная курточка. И сегодня эта куртка у нас уезжает в Киев по мастер-классу. Ссылочка в описании. Вы посмотрите там, где мы показывали и как мы распушивали, и как мы моделировали, и как здесь расположены, кстати говоря, по посадке. Здесь не размоделирована полностью выточка нагрудная. Частично она у нас здесь и оставлена для лучшей посадки. Поэтому переходите по ссылочке и тоже сшейте для себя, порадуйте себя вот такую вот куртку.